Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Ну, ваши впечатления о том, что происходило в Глазго? Я имею в виду этот саммит, в том числе и ваша делегация. Да, самая большая или одна из самых больших, или вторая после американской по численности. В общем, почему бы за государственные деньги не прокатиться-то? В общем-то, отметили в Израиле наиболее жесткие критики. Ну, честно говоря, конечно, мы с вами, я думаю, понимаем, что весь этот саммит, это клоунада в стиле Греты Тунберг. Она изначально не может нести в себе ничего хорошего для людей. И, на мой взгляд, речь идет исключительно о разбазаривании денег налогоплательщиков на всякие безумные проекты, которые в лучшем случае не вредят государству. Но в данном случае, как бы, конкретно я хотел бы поговорить даже больше сегодня о том, как проявляется новая дипломатическая политика нашего правительства, или дипломатическая политика нового нашего правительства, и, как бы, насколько это все выглядит одновременно и печально, и угрожающе. На самом деле, дипломатическая политика правительства Настали Беннета в последние недели стала более чем очевидной. Но вот саммит в Глазго, он сумел показать, в общем, как бы, даже тем, кто не хотел в этом убеждаться, насколько все изменилось. Внешняя политика Израиля при правительстве Беннета основывается теперь на далеко идущих уступках. И, в первую очередь, речь идет об уступках палестинским арабам, а во вторую — международным левым кругам. И можно выделить четыре основных таких уступки, которые, в общем-то, стали на этой неделе особенно ясны и актуальны. Первая уступка касается непосредственно сионизма, сионистских принципов, принципов, на которых построено наше государство. На прошлой неделе министр обороны Бенни Ганс отказался от основного принципа сионизма, по сути дела, от выкупа земель страны Израиля через покупку земель для еврейских поселений. Те, кто знакомы с израильской историей, знают, что, в общем-то, на этом все было построено. С самого начала еврейские правопроходцы приезжали, выкупали землю за огромные деньги, иногда покупали бросовую землю, которую арабы считали никому не нужной, потому что они не могли ее обрабатывать, и превращали это в сады. И вот после освобождения Иудеи и Самарии от иорданской оккупации, которая, напомню, продолжалась 19 лет, то есть Иудея и Самарии из британского мандата, до этого из владений турецких, перешла на 19 лет Иордании, что, кстати, не было признано ни одним государством, кроме самой Иордании и Пакистаном еще. И в 67-м году стало частью, как бы, перешло под контроль Израиля. И вот правительство Эшколя, тогдашнее правительство Израиля, решило управлять этими территориями через военную комендатуру, сохраняя при этом иорданские законы в качестве регулирующих законов для этих земель, для этих территорий. При этом военное управление издавало приказы, которые время от времени обновляли эти законы, чтобы привести правовой режим в этих областях в соответствии с основными принципами о гражданских правах, потому что Иордания такие слова, как гражданские права, знать не знала. Ну а Израиль все-таки старался быть государством, соблюдающим гражданские права. И вот иорданский закон, на самом деле, содержит целый ряд откровенно российских положений. И одним из самых известных подобных российских, не российских, да, российских законов является земельный закон. Иордания запрещающий просто-напросто немусульманам покупать землю. То есть немусульмане в Иордании землю покупать не имеют. И эти законы как бы остались сохранились в Иордании и Самарии. Но в 71-м году военное правительство Израиля внесло поправки в этот закон и разрешило компания, то есть нечастным лицам, а именно компаниям, принадлежащим немусульманам, но нечастным, да, немусульманским гражданам, приобретать землю в частную собственность в Иордании и Самарии. И поправка эта требовала, чтобы эти компании обязательно регистрировали сделку в гражданской администрации. А дальше вот в наше время уже произошло вот что. То есть это как-то куда-бедно работало, позволяло обойти Иорданский закон, то есть частное лицо в Иордании и Самарии немусульманин купить землю не может или недвижимость какую-то, а компания, организация может, но нужно ее регистрировать в гражданской администрации израильства. Ну вот власти палестинской автономии, обумазанной его банда, казнили, убили несколько арабских землодельцев после того, как они продали свою землю евреям и зарегистрировали эту продажу в гражданской администрации. То есть получилось, что гражданская администрация, это израильская государственная структура, каким-то образом передавала информацию о тех арабах, которые продавали свою недвижимость, свои земли, грудей и Самарии обумазану. И обумазан этих арабов тут же убивал. Великолепная ситуация. Ну и вместо того, чтобы найти этих людей, предателей, практически преступников, которые отдавали людей на смерть и наказать их. Министерство обороны и армия обороны Израиля просто рекомендовали снова внести поправки в закон, чтобы позволить частным гражданам, не являющимся мусульманам, пропокупать землю частных владельцев. Типа, мы не будем искать, как так получилось. На самом деле, мы примерно представляем, как так получилось. Там работают палестинские арабы, арабы из Иудеи и Самарии в этой гражданской администрации. Они, так сказать, передавали эту информацию. Но вместо того, чтобы перетряхнуть весь аппарат и как бы навести там порядок, решили, предложило Министерство обороны позволить частным гражданам покупать. Уже не нужно регистрировать эту сделку. То есть каждый человек может пойти купить землю, ну, как на обычном рынке. Но ГАНС, министр обороны, отказался принять эту рекомендацию. Его отказ привел к тому, что две израильские неправительственные организации обратились в Верховный суд Израиля с просьбой потребовать от ГАНСа принять рекомендации, которые, по сути дела, направлены на защиту прав собственности и жизни мусульман-жителей автономии. Именно мусульман-жителей автономии, которые продают землю или свою недвижимость. Они имеют на это полное право. И за это сразу же подвергаются казни со стороны автономии, потому что автономия знает, что они продали. Но ГАНС сказал суть им, что он решил запретить евреям покупать землю у палестинских арабов, то есть простым языком. Мы говорим о неких эфеминизмах, типа мы разрешаем не мусульманам, частным гражданам. ГАНС сказал суть им, что совершенно всё понятно. Понятно, мы же понимаем. Он решил запретить евреям покупать землю у палестинских арабов, чтобы не сердить власти автономии. Те самые власти, которые участвуют в массовых убийствах рабских продавцов земли. Понимаете? То есть в данном случае ГАНС как бы выступает как агент власти автономии, которые применяют иорданский закон и применяют смертную казнь к тем, кто продаёт евреям землю в Иудеи и Самарии. Ну и также, конечно, он не хочет сердить международное сообщество, которое в своём совершенно откровенном ютофобстве, антисемитизме, просто отвергает права собственности, когда это касается евреев, иудеев, иудеев, и Самарии, и Иерусалима. Мы видели в квартале Шимона Цадик в Иерусалиме, где по своим законам эта земля, эта недвижимость еврейская, но американская администрация требует, чтобы Израиль как бы отказал евреям в праве на эту недвижимость и передал ей управление арабам, хотя никакого законного права у арабов на неё нет. Это касается первой уступки, и правительство Беннета фактически эту уступку осуществило. То есть вопрос встал уже при них. На самом деле, как бы при Натания, вот как раз Министерство обороны предложило обойти так, чтобы арабов не убивали. Давайте будут частные сделки. Частные сделки не обязаны проходить регистрацию. Можно будет делать тихонечко. Арабы будут тихонько продавать, никто не будет знать, как они продали, и тогда их жизни будут спасены. Но Ганн сказал нет-нет. При этом он прекрасно понимает, что это означает, что евреям продавать землю не будут. Но его это вполне устраивает. И Беннет это тоже устраивает. Вторая уступка Израиля касается земли непосредственно. В частности, так называемой зоны Си. То есть, вот, Иудеи и Самария разделены на три зоны, мы говорили об этом много раз. Зона А принадлежит полностью автономии. Зона Б тоже принадлежит автономии полностью. Но, там наша армия туда входит и ловит там террористов. И, в общем-то, за безопасность отвечает именно наша армия. И зона Си — это территория, которая находится полностью по контролю нашей армии. И речь идёт об израильских еврейских посёлках, о долине реки Иордан, о критически важной инфраструктуре для национальной безопасности Израиля, об объектах еврейского наследия, которые, если Израиль не будет охранять, арабы просто уничтожены, и о военных объектах. И вот в нашей новой ситуации Совет еврейских общин Иудеи и Самарии, Совет поселений знаменитый, который, в общем-то, всегда выступал таким главным защитником нашего присутствия Иудеи и Самарии. Сейчас всё изменилось. Сейчас во главе этого Совета находится человек из партии Сара, то есть фактически представитель правительства. И Совет поселений похвалил правительство Беннета за выдачу нескольких тысяч разрешений на средства в израильских поселках Иудеи и Самарии. Надо, кстати, заметить, что эти все разрешения были выданы только в тех поселках, в которых голосовали за Беннета. А если за Беннета не голосовали, то они никаких разрешений на средства не получили у себя. Но ладно, хотя бы, Беседр, неважно, пусть получили несколько тысяч разрешений на средства, уже хорошо, да? Но при этом Совет поселений, который похвалил и поблагодарил Беннета за эту щедрость невероятную, он как бы проигнорировал более широкий контекст, в котором эти разрешения были выданы. А на самом деле контекст очень печальный, в надежде выслужиться перед администрацией Байдена и перед Европейским Союзом. Правительство одобрило одновременно тысячи строительных планов для палестинских арабов в этой самой зоне Си, включая планы строительства арабских зданий и целых кварталов внутри израильских анклавов, понимаете? То есть евреям кинули как кость тысячу домов в еврейских поселках, но одновременно арабам разрешили еще больше вокруг. И последствия этого массового строительства, законного и незаконного, потому что они получили разрешение, но они еще не без разрешения строят там, они вполне очевидны. И не в последнюю очередь, потому что арабы, их спонсоры из Евросоюза, Евросоюз как бы оплачивает все это арабское средство, вкачивает туда десятки, если не сотни миллионов евро. Они прямо заявляют об этом. Цель этого массового арабского средства в зоне Си состоит в том, чтобы со временем превратить процветающие израильские фермы, поселки и города в Иуде и Самарии в изолированные и уязвимые анклавы, окруженные со всех сторон арабскими поселками. То есть сегодня у евреев в зоне Си есть поселения, а их просто превратят в анклавы, окруженные со всех сторон арабами. Ездить туда будет опасно, туда перестанут потихоньку ездить, кроме жителей. Ну и сами жители начнут убегать, потому что это невозможно каждый день ехать и не знаю, ты приедешь или нет, тебя убьют просто. И вот наше правительство Беннета разрешает арабам строиться прямо рядом с евреями. То, чего раньше не было, то, что, конечно, при Натаньяу не было таких разрешений, никто им не разрешал этого делать. Но Беннет разрешает, потому что Беннет у нас, теперь он замечательный, его никто не ругает, его никто не критикует, не левая пресса, разумеется. Ну и правая пресса в большинстве с вами в Израиле тоже сейчас поет ему асану. Он ведь против Натаньяу. И все вот, как бы, те люди, которые... Та каста истеблишмент религиозных сионистов, которые считают, что вот свершилась мессия, человек в кипе, возглавил правительство. Они все говорят о том, что он замечательный правитель, и они не обращают внимания на эти моменты, которые на самом деле являются ужасными, потому что точно так же, как Ганс фактически уничтожил возможность евреям покупать землевые идеи с Амарией, сейчас даже то, что уже есть, превращается в изолированные анклавы, в которых жить нормальные люди не смогут. Будут жить только самые отчаянные, самые как бы мотивированные люди. Но тоже это долго не продолжится. И потом на следующем этапе нам скажут, ну, ребята, вы же не можете там жить. Вы же видите, вокруг сплошные арабы. Это ужасно опасно. Но эту ситуацию создают сейчас. Это второй момент. И третий момент — экономика. И там тоже мы видим очень серьёзные, очень далеко идущие уступки палестинским арабам со стороны правительства потомкового Стамбена. В 1918 году, то есть при Натаниалу, Кнессет принял закон в духе и в русле американского закона, принятого Трампом, который запрещал правительству Израиля переводить средства в автономию до тех пор, пока автономия продолжает политику премии за убийство. Ну, на самом деле, премии за убийство евреев, если быть точнее. Автономия выплачивает зарплату арабским террористам, которые сидят в израильской тюрьме, и зарплата эта тем выше, чем больше этот террорист убил евреев. Или пенсии семьям погибших террористов, если этого террориста всё-таки ликвидировали. И вот Израиль сказал, мы не будем передавать никаких денег автономии, пока они занимаются таким. Как, кстати, Америка Трампа также поступал. А теперь в нарушение духа закона ГАНС вливает сотни миллионов шекелей в казну власти автономии, в то время как те, откровенно, совершенно даже не скрываясь, выделяют 10% своего бюджета на выплату этих самых зарплат террористам. Но чтобы обойти закон, что делает ГАНС и правительство Беннета? Они называют эти деньги судой. То есть мы даём суду. Но это же не важно, под каким соусом передаются деньги. Вы передаёте сотни миллионов шекелей, называете это судой, называете это приветом от бабушки, называете это носорогом или единорогом. Неважно, вы даёте деньги, эти деньги идут на оплату террористов. То есть правительство Беннета лишило евреев возможности покупать землю в Иудее и Сомалии, потому что араб теперь не хочет продавать никому ничего, никакой не организации никому, его же убьют за это. И он знает, что его сдадут с той стороны, те, кто будут регистрировать сделку, израильтяне же и сдадут. Арабы получают возможность строиться и фактически зажимать еврейские поселки так, чтобы они не могли развиваться в будущем, вообще можно было бы уничтожить. И под всё это ещё идут сотни миллионов шекелей, которые правительство выделяет. Эти деньги, в частности, идут на оплату тех террористов, которые сидят в израильских тюрьмах или их семьи. Но это ещё не всё, потому что, что касается Хамаса, то в минувшие выходные телеканал «13» израильский рассказал о расследовании, проведённом форумом семей жертв террора, он называется «Выбор жизни», и ещё не правительственной организации «Аткань». И в этом отчёте ясно было показано, что через партию «Братьев-мусульман», партию «РАМ», чья фракция в КНЕСТе включает четырёх депутатов, и это обеспечивает Беннету устойчивость правящей коалиции. Ведь коалиция Беннета всего 61 мандат из 120. Достаточно хотя бы даже одному уйти, у него уже большинства не будет. И вот фракция «Братьев-мусульман», «РАМ», она там четыре мандата ему обеспечивает. Так вот, эта фракция «РАМ» оказывается заботится о Хамасе тоже. В отчёте было рассказано о тесных финансовых связях между контролируемым «РАМом» фондом под названием «Фонд 48». Почему «Фонд 48»? Потому что 1948 год — год создания Израиля, арабы его называют «годом катастрофы». И Хамас. Через этот фонд, который обладает бюджетом 250 миллионов шекелей, это считаете где-то 80,5 миллионов долларов, высокопоставленные члены партии «РАМ», которые входят сейчас в правительство, я напоминаю, чтобы вы не перепутали ответственность, переводят огромные суммы Хамасу в Газу и террористам в Иудеи и Самарии. И фонд 48 имеет также широкие связи и с другими организациями «Братьев-мусульман» и «Хамас», которые тоже связаны с «Братьев-мусульманами» в Турции и в Сирии. Понимаете? У нас в правительстве сидят люди, которые напрямую связаны с «Хамасом» в Газе, с «Братьев-мусульманами» в Турции, с «Братьев-мусульманами» в Турции, с «Братьев-мусульманами» в Сирии. Понимаете? И вот теперь «РАМ» получил сотни миллионов шекелей государственных средств в рамках коллекционного соглашения. Это означает, что эти сотни миллионов фактически партия «РАМ» может потратить как угодно. Мы уже видим, как она их тратит. Она через фонд 48 переводит их в Газе. Деньги израильских налогоплательщиков. А бюджет, принятый в Кнессете, вот сегодня утром нам радостно сообщили, что наконец-то свершилось, бюджет прошёл. Так вот, бюджет предоставит РАМу решающее влияние на примерно 53 миллиарда шекелей. 53 миллиарда шекелей, то есть 17 миллиардов долларов, их выделяют как бы в бюджет арабским и израильским муниципальным властям по всей стране. Но делить эти деньги будет РАМ. Вы же понимаете, что когда они будут их делить, то там будут откаты, то есть на какие-то проекты, под которые расписаны эти деньги. Улучшить успеваемость арабских школьников, улучшить у них там канализацию и провожить новые дороги. Кстати, почему у них там плохая канализация, и почему плохие дороги в арабских деревнях? Потому что им давали деньги, они эти деньги разворовывали, правящая Хамова, клан. В деревне он просто разворовывает эти деньги, потом говорит, ну нету, кончилось всё. Ну мы же понимаем, как это работает. Теперь им выделяют 53 миллиарда шекелей, но раздавать будет РАМ, тот самый РАМ, который переводит свои деньги в Хамас. Сколько из этих 53 миллиардов шекелей попадёт Хамасу? Только одному рану известны. Ну и Богу, конечно. И, наконец, четвёртая крупная уступка сделанной правительством Беннета за последние недели была направлена в сторону международных левых сил. Вот здесь мы подходим потихонечку к нашему саммиту в Глазг. Накануне своей поездки в Глазг Беннет распорядился, отдал такое распоряжение, он же у нас премьер-министр, правда он клоун на самом деле, но он думает, что он премьер-министр, и он распоряжается. И вот он сказал, что Израиль должен сократить выбросы углерода до нуля в 2050 году. Выбросы углерода до нуля в 2050 году. Это он же так как бы вложился в эту истерию вокруг влияния человека на климатические изменения Земли. Так вот, если это обязательство будет выполнено, оно приведёт к разорению экономики Израиля. Просто-напросто. Потому что израильская экономика не вынесет через 30 лет полный отказ от всех углеродов. Но при этом, если бы Беннет был человеком сообразительным, и он бы умел считать, он бы понял, что глобальная температура Земли вообще никак не повлить. То есть даже если предположить, что в Израиле будет сжечь уголь от одного конца страны до другого, день и ночь, то, учитывая крошечные масштабы нашей страны, это как бы на климат вообще никак не повлияет. И, возможно, Беннет это даже понимает, но, решив присоединиться к добродетели, символизирующей постнациональные левые силы, он фактически обрекает на гибель национальную экономику Израиля. То есть ко всем другим делам, которые ведут к разрушению нашей экономики, он ещё добавляет вот этот самый непосильную ношу, непосильную камень на шею израильской экономики в виде отказа от углеводов к 2050 году. И всё это вот, наконец, подвело нас к этому саммиту в глаз. По словам советников Беннета, его приём на конференции стал просто данью успеху его блестящей политике. То есть Беннет, как объясняют нам его советники, пропагандисты, он блестящий политик, да, мы помним этого блестящего политика, который попой вертел перед протянутой рукой Путина. Может быть, он хотел таким образом выразить своё неприятие Путина? Может быть. Но так не делают всё равно. То есть даже Натаньяо пожимал руки самым разным людям, понимая, что он пожимает руки не людям, которые ему нравятся или не нравятся, а людям, с которыми договариваются о пользе государства Израиля. А Беннет повертел, но он даже это не делал не потому, что он, например, болеет за Крым или Украину, ему не нравится Путина. Просто потому, что он бестолковый человек, и он не знает, как вести себя на приём. Ну да ладно. Так вот этот наш выдающийся дипломат, он провёл, как сказали его пропагандисты, просто целый марафон встреч. И в разговоре с репортером газеты «Израиль сегодня» Ариэлем Кахана эти пропагандисты похвастались. Мы переживаем дипломатическое цунами в хорошем смысле этого слова. Это прекрасное время для международных отношений Израиля. Я цитирую их слова. Их встречи с мировыми лидерами в Гуазго были похожи на быстрые свидания. Знаете, что такое быстрые свидания? Это вот когда одинокие люди, которые ищут себе пару, они там собираются, быстро-быстро по 10 минут, может быть, даже по 5 минут общаются с каким-то партнёром, потом переходят к следующему, ну и потом, может быть, из всего этого возникают пары. Вот быстрые свидания. Они сравнили встречи Беннета с международными мировыми лидерами с быстрыми свиданиями. Но, к сожалению, пропагандисты Беннета на самом деле были частично правы. Его встречи с премьер-министром Великобритании Джонсоном, президентом Франции Макроном, премьер-министром Индии Нарендра Моди и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, они были действительно подобны быстрым свиданиям, в том смысле, что они были мгновенными и полностью лишёнными каких-либо существенных результатов. Помощники Беннета сказали, что он вроде как вёл беседы о ядерной программе Ирана, призывая своих зарубежных коллег присоединиться к Израилю и выступить против возобновления ядерной сделки 2015 года с Ираном, который открывает Ирану путь к ядерному арсеналу. Они, правда, Беннет уже, правда, сказал Байдену, что он не будет ему мешать, и он как бы поддерживает эти усилия Байдена возобновить эту сделку. А здесь вроде как он бегал из-под тишказности, подговаривал их отказаться и не поддержать. Но несмотря на всю свою климатическую истерию о том, что Израиль откажется от углеводородов к 2050 году и стратегические уступки палестинским арабам, которые вот он за несколько недель последних сделал, просто голова, волосы дыбом встают от того, что он там успел натворить с Гансом и с Лапитом. Беннет ни к чему не пришел. Никто из тех мировых лидеров, с которыми он обсуждал эту проблему, никто ведь не согласился помочь ему ответить на его просьбы. И, вероятно, главная причина дипломатического права Беннета заключается в том, что администрация Байдена проводит противоположную политику. То есть это Натаньяо мог говорить с лидерами международными, и несмотря на то, что Обама, администрация американская, тогда это был Обама, шел против всего этого, как-то о чем-то договариваться. Но Беннет никто, и звать его никак. И когда он что-то бубнит против курса Америки, никто из серьезных людей его серьезно не воспринимает. Ну, побубнил, что это тот самый похожий на кролика человека. Поговорили, похлопали по плечу, пошли дальше. Но мало того, что президент США Джо Байден объявил о возобновлении ядерных переговоров с Ираном с целью восстановления участия США в сделке 15-го года, Байден отказался встретиться с Беннетом в Глазго вообще. То есть Байден показал Беннету, что тот стоит. И те немногие лидеры, которые согласились встретиться с Беннетом, они как бы увидев это холодное отношение Байдена к Беннету, сделали соответствующие выводы. Поэтому, когда он к ним подскакивал, пожимал руку, они ему пожимали, но, собственно, они тоже дипломаты, они тоже не хотят вредить своему государству и как бы идти на рожон лист. Ну, пожмали руку и сказали «Привет, быстрое свидание». И что он там им бубнил в ухо? Конечно, одно в ухо вошло, другое вышло. Несмотря на все презрение Байдена к Беннету, эти два политика, интересно, в общем-то, попали в одну и ту же политическую ловушку. Ведь здесь очень важный момент политический. Чтобы завоевать лидирующие позиции в своих странах, и Байден и Беннет были вынуждены пойти на далеко идущие уступки левым маргиналам в странах. Беннет нашим радикальным левым и братьям-мусульманам, а Байден, соответственно, прогрессистом в Демпартии. И оба теперь платят высокую цену за свои решения. Партия Беннета балансирует на пороге электорального прохождения в КНЕСе. То есть у нас такого еще никогда не было в Израиле, что премьер-министр в начале своей каденции его партии, и так в ней всего шесть человек у него в КНЕСе, но она теперь вообще электоральный барьер не проходит. То есть его поддерживают от двух до шести процентов населения, ну самые, видимо, упертые. И, кстати, истеблишмент религиозного поселенческого движения там весь находится, но их немного. А большинство людей его не поддерживают, они на него с ужасом смотрят, с презрением. И у нас премьер-министр не проходит электоральный барьер. И чтобы избежать развала правительства, последующего политического забвения, потому что если бы сейчас правительство развалится, начнутся выборы, Беннета просто сметет, и он никогда больше вообще в политику не вернется. Вот Беннет это все прекрасно понимает. И Беннет поэтому обязан полностью удовлетворять все запросы своих крайне левых партнеров по калиции. Там достаточно один закапризничает, все, у него все развалится. И в том числе он должен удовлетворять и брать их мусульман, из рамы. И поэтому он не может изменить курс, он застрял. Он, может быть, не такой левый маргинал, как сейчас выглядит из того, что он делает в политике. Но он сделать ничего другого не может. Беннет, возможно, стал единственным лидером в Глазго с более низким рейтингом одобрения, чем у Байдена. Ваш американский президент, у него рейтинга одобрения сейчас, мягко говоря. Но Беннет его в этом смысле перещеголял. И, в общем-то, Байден, если мы говорим о нем, тоже у него как бы проблемы похожи. Лишь Китай и Россия просто отказались участвовать в конференции ООН. И это было откровенное заявление о презрении к Байдену. То есть попробовали ли бы такое сделать с другим американским президентом. А этот, да кто он такой, этот спящий Джо? И Китай, и Россия просто эту конференцию сделали, что ее вообще нет. И организаторы G20 тоже выказали Байдену откровенное презрение. Вы помните, где они его поместили на картине, на фотографии, групповое фото лидеров G20? Они его на самый край задвинули. Это президенты Соединенных Штатов. Это чека, который фактически во главе самого влиятельного государства в мире. Они его запихнули, куда-то попробовали бы они Трампа так поставить. Трамп их всех растолкал и стал бы в середину. Потому что Трамп Примадонна, да, его можно любить за это или можно над ним смеяться за это. Но он не позволил бы в своем лице унижать Америку. А Байден, видимо, его как-то принесли, там поставили в углу, чтобы он не упал. И вот так он там. И в то время, как электоральная поддержка Беннета колеблется в пределах погрешности для нуля, где-то от нуля. То есть у него там плюс-минус ноль общественная поддержка. Эффициент одобрения Байдена застрял на уровне ниже сорока. Тоже для президента американских как бы не очень характерная ситуация. Когда Байден вернулся в Вашингтон во вторник, республиканцы встретили его, мы помним, практически полным успехом на местных и общебосударственных выборах во множестве штатов, где прежде уверенно доминировали демократы. Я думаю, что у вас об этом очень много говорили, и поэтому я не буду касаться этого подробно. Но мы видели победу республиканцев в Дирджинии, в Нью-Йорке, в Пенсивании, в Джорджии, в Миннесоте, в каком-то смысле в Нью-Джерси, на самом деле. Хотя там как бы не победили, но мы не будем просто сейчас отвлекаться на это. Короче говоря, вся эта ситуация показала, что менее чем за год своего президентства Байден превратился в хромую утку. Почему? Потому что коалиция прогрессистов и относительно умеренных жителей пригородов, которая в прошлом году катапультировала демократов в власти и в Белом доме, и в обеих палатах Конгресса. Она развалилась. Всё, нет больше. Независимые избиратели и умеренные демократы массово покидают демократическую партию. И республиканцы, похоже, дай бог, неизбежно возьмут под контроль обе палаты Конгресса на выборах в следующем году. Тем временем умеренные демократы в Конгрессе, которым угрожает поворот колеса, скорее всего выступят против радикальной внутренней и внешней политики Байдена. Потому что они себе не враги, они теперь не хотят себя гробить вместе с Байденом. Если Байден, телега Байдена летит в тартарары, то умеренные демократы как бы вместе туда лететь не хотят. Таким образом, за годы того, как демократы формально потеряют свое устое в большинствах в палате представителей и Сенате, на избирательных участках уже на этой неделе, они потеряли способность использовать свое пока еще имеющее большинство. То есть теперь, скорее всего, никакая радикальная повестка дня больше у Байдена не пройдет. Но как Беннетт не может двинуться вправо без того, чтобы его хозяева по коалиции реальные, левые маргиналы и рам, не развалили ее, так и Байден не может моделировать свою собственную политику, не будучи оставленным радикальными левыми, которые контролируют ряды его партий. И вот, чтобы удовлетворить Байдена и угодить его левым боссам, когда Беннетт поехал в Вашингтон на встречу с Байденом в августе, он тогда отказался встретиться с союзниками Израиля, республиканцами. Мы об этом говорили. Но к чести республиканских законодателей они все равно упорно поддерживают Израиль. То есть они не сказали, ну если премьер-министр нам плюнул в лицо, то пусть Израиль сам себя и спасает. Нет. Республиканцы как раз повели себя очень достойно. На этой неделе 200 членов палаты представителей республиканцев направили Байдену письмо с требованием отказаться от плана открыть консульство для палестинских арабов в Иерусалиме, фактически денонсировать признание Иерусалима столицей, который сделал Трамп. А сенатор-республиканец Джоуш Холли задерживал утверждение Томаса Нидеса на посту посла в Израиле из-за заявления Нидеса о поддержке открытия этого консульства. Но хотя республиканцы не откажутся от своих произраильских позиций в отместку за глупое хамство Беннета, Израилю безусловно вредят эти плохие отношения Беннета самыми стойкими сторонниками и друзьями нашей страны. Но из-за своих левых партнеров по коалиции и братьев мусульман, ненавидящих республиканцев Беннет не осмелится развивать отношения с республиканцами каким-либо существенным образом. И вот дипломатическая неудача Беннета в Глазго она свидетельствует об нерациональности убеждений левых в том, что международное положение Израиля напрямую связано с его уступками палестинским арабам. Мы науступали все, что могли. Сейчас Беннет почти все уже уступил, а все равно никому Израиль на этом форуме не нужен был. И это также стало доказательством того, что премьер-министр, который лишен общественной поддержки, как Беннет сейчас, не способен выдвигать какие-либо значимые дипломатические инициативы. И будучи пленником своих партнеров по постсианистской и просто антисианистской коллекции, Беннет уже не может изменить курс ни для продвижения интересов Израиля за рубежом, ни для укрепления своего собственного авторитета среди израильских избирателей. И вот на этой неделе Беннет действительно пережил дипломатическое национальное. Но не в хорошем смысле этого слова. Оно пришло к нему в форме ушата холодного потока реальности, которая объяснила ему и нам на самом деле, что Израиль ничего не добьется в мире, пока Беннет и его правительство остаются у власти. Сергей, у нас это будет но давайте сделаем перерыв и потом уже попробуем ответить. Вернемся после рекламы. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. А я будто чем хотел вас спросить или даже сказать, я не знаю. Похоже, что правительство Беннет и Лапидо останется до марта 2023 года, судя по тому, что приняли бюджет. Давайте сначала примем звонок, наверное, а потом уже к этому вопросу, если будет возможность. Добрый день. Добрый день. Спасибо за ваши передачи. Я, как говорится, самый фен вашей передачи, в смысле, там, лёгкий уже, значит, поддерживаю и ваше мнение и во всем. Ну, вот у меня такой вопрос к вам. Вот вы, я понимаю ваше негативное отношение к теперешнему правительству, но первый вопрос. А что они делали хорошего за это время, что пока они... Неужели ничего, все плохое они сделали, а ничего хорошего не сделали, если можно привести пример? Это первый вопрос, данное правительство. Второй вопрос. Что происходит сейчас нашей оппозиции, что они выдвинули и как они, допустим, противоставляют правительству, губернат, что он непосредственно на тенях сейчас сделал. И такой еще вопрос у вас. Вы говорите, что вот сейчас, допустим, это происходит непосредственно сейчас в вашей стране. Есть ли какая-то, допустим, есть ли какая-то информация, что, допустим, вот лишили гражданство за то, что, или неизраильского гражданства, за то, что они проводят там какое-то, допустим, убивают, допустим, евреев, или что-то, допустим, антироссийское, антиеврейское, какие-то погромы были и все остальное. Неужели нельзя было лишить гражданства этих людей и выдвинули через страны? И все какие-то, допустим, информации про это, знаете, когда вот, ну, просто так у тебя подумал. Спасибо. Спасибо. Да, ну, это три вопроса, я постараюсь ответить коротко. Что хорошее сделало это правительство? Не могу сказать. вот, тысяча или 1300 разрешений на средства иудеи и самарита для евреев, это, безусловно, хорошее действие. Другое дело, что оно в общем контексте, как я сегодня уже говорил, когда разрешается еще больше арабского строительства в этих же местах и фактически сводит на нет нашу борьбу за эту землю. поэтому не в вопросе борьбы и противостояния палестинским арабам, не в вопросе борьбы с Ираном, не в вопросе борьбы с коронавирусом, не в вопросе экономики я не нахожу ничего хорошего в этого правительства, пока, по крайней мере, и не могу сказать, что они сделали хоть что-то хорошее в этом направлении. В лучшем случае они продолжают политику, продолжаются бомбежки иранских позиций в Сирии. Окей, продолжают бомбежки уже не так активно, как раньше, потому что Россия не больше не закрывает глаза на это, приходится стрелять из-за угла, как бы ракетами, а не подлетать. Но хотя бы продолжают. Тоже неплохо, но это все не те действия, видимо, о которых вы спрашивали. И что делает оппозиция? Оппозиция пыталась не дать провести этот бюджет, ну, в рамках, конечно, тех инструментов парламентских, которые у нее были, не удалось, потому что эта коалиция держится очень крепко. Там все такие лузеры, что они понимают, что если не пойдут сейчас на выборы, то, в общем-то, они все потеряют. Почти все там больше уже не вернутся в место, ну, кроме самых крупных партий, самых радикальных. Это их скрепляет очень сильно. Ну, видимо, там есть другие какие-то моменты, также о которых я сейчас не хочу говорить. Поэтому пока что про оппозиции не удалось свалить эту коалицию и не допустить бюджет. Они будут искать дальше, то есть, мы будем продолжать борьбу, потому что мы считаем, что политика коалиции опасна для страны, мы будем ее критиковать, мы будем бороться с ней, мы будем пытаться развалить эту коалицию. Все в рамках парламентских действий. Что касается тех арабов, которые участвовали в мае в погромах, граждан Израиля, которые нападали на евреев, пытались устраивать линч евреев, даже не пытались, а устраивали линч евреев, все очень плохо, потому что даже тех, кого полиция арестовала, судьи арабы выпустили. То есть вообще нет никаких наказаний для большинства этих погромщиков. И это, конечно, их очень вдохновляет. И да, они сожгли старый Акку, они разгромили кварталы в Лоде, они громили Хайфу, никому ничего за это не было. Ну, там одного-двух каких-то, может быть, их там посадят на несколько месяцев. Остальные все безнаказаны. Это ужасно, это кошмарно, но это то, что есть. Сергей, вы просили продержителю Давайте мы примем еще звонок. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Вы знаете, продолжая вопрос предыдущего господина, а как так получилось, что столько лет не был принят бюджет, что с такого дела оппозиция, что сейчас партия, которая и другие правые, которые находятся, ничего не могли сделать. Я не понимаю, чемужели партия Беннета, Лапидо и всякой там другой швали, что они настолько были сильны, что они не допускали, сколько? Три года, четыре года бюджет. Это первое. А второе, вы знаете, я уже вам задавал вопрос, если кибель это он взял, касающийся Меркер, что или бы Нетаньяху встретился, не встретился бы с ним. А у меня такой вопрос, вот это так как его, этот шабаш, что произошел в Шотландии, как вы думаете, если бы Трамп был президентом, и он бы, конечно, не поехал, и я уверен, если бы Нетаньяху был, он бы тоже не поехал, но если бы Байден был президентом, что и является, я думаю, что Нетаньяху бы тоже туда поехал, и пожимал бы руки та же самая, как Беннет. Я не думаю, что он бы от этого отказался. Спасибо, я вас послушаю по радио. Окей, по поводу поехал, наверное, возможно бы поехал, поехал бы туда с очень небольшой командой, не тащил бы за наши деньги на выплатильщиках 140 человек туда, он бы сказал бы несколько общих фраз, типа, Израиль стремится к тому, чтобы климат на земле не ухудшался, и использовал бы эту встречу, например, до разных каких-то важных действий. Например, он бы выступил и сказал, а вы знаете, что арабы у нас поджигают леса в Израиле, леса горят, и это действительно засоряет атмосферу, и это поднимает температуру, то есть он бы использовал этот форум в интересах Израиля. Но клоуну Беннету, конечно, такой даже клоу не пришло. Теперь по поводу бюджета, я думаю, что нужно остановиться, это важный момент, раз вы спрашиваете о нем. Нет такого, что в Израиле не было бюджет. Такого не бывает. Последние три года, два с половиной года, мы помним, Натаньял не мог сформировать правительство. Проходили выборы, и каждый раз партия, которая выдавала себя за правую, переходила в левый лагерь. Сначала это был Либерман, который говорил, что правее его только стенка, а потом перескочил и теперь обнимается с братьями-мусульманами. Потом это был Сар, и Беннетт, в конце концов, к нему присоединиться. Таким образом, у Натаньял не было коалиции. Фактически он создал последний год между этими выборами у него была коалиция с Гансом. Он взял Ганса, он фактически отдал Гансу половину позиций, и он не хотел принимать бюджет вместе с Гансом, потому что этот бюджет он считал неправильным. Тот бюджет, который они могли принять вместе с Гансом, он его считал неправильным для Израиля. Поэтому бюджет не принимался, потому что у него не было коалиции, или была коалиция, в рамках которой он принял нормальный бюджет, как он понимал его, он не мог. Но что значит у Израиля не было? Конечно же, был бюджет. Что происходило? Происходило просто бюджет прошлого года переходил на следующий год. То есть у нас есть какие-то позиции, приходы, расходы страны за 2018 год переходят на 2019. 2019 на 2020 — это нехорошо. Но вы же понимаете, что не было каких-то глобальных сдвигов. Окей, была корона, для короны были отдельные параграфы. Но в принципе все остальное как бы работало, как и в прошлые годы. Поэтому в том, что они сейчас приняли бюджет, нет ничего на самом деле для страны, по большому счету, важности какой-то особой нет. Ну приняли замечательно, хорошо уточнили параграфы. Что важно? Что теперь после принятия бюджета вероятность того, что Лапид станет премьер-министром, она практически 100%. Потому что теперь даже если их коалиция развалится, то Беннет автоматически уходит, и Лапид становится вместо него премьер-министром. То есть даже как бы недолго до выборов, но Лапид будет премьер-министром. Что он за это время успеет напостачить, одному богу известно. Потому что, конечно, Лапид — это Беннет, все недостатки Беннета умноженные на миллион. Причем еще и примерно так. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы знаете, я согласна, в принципе, со всеми вашими положениями, которые вы изложили. Единственное, что мне кажется, что и Байденом, и Беннетом руководят одни и те же серые кардиналы, потому что целью... Цель у них одна и та же — разрушить Америку, разрушить Израиль. Ну вот, как бы, хорошие какие-то новости мы услышали от другой программы на этом радио, что Израиль изобрел двухместный самолет, ну, такой, как бы, народного пользования для таких же целей, как используются машины. Только, ну, как бы, это уже для полетов. И собирается какая-то компания выпускать эти самолеты. Вот у меня вопрос, каким образом, из каких материалов будут выпускаться самолеты, потому что я знаю, что Израиль почему-то решил не выпускать машины. И вот я бы хотела знать, почему было принято такое решение тоже. Спасибо большое. Ну, я могу сказать, что, во-первых, я не знаю конкретно, о каком проекте вы сейчас говорите. В Израиле сейчас происходит активная конверсия. То есть мощные предприятия военно-промышленного комплекса Израиля ищут себя на гражданских, как бы, в гражданских системах тоже. И в том числе, не знаю, как насчет самолетов, в которых люди непосредственно летают, но вот создание беспилотников, которые могут, например, доставлять посылки. В Израиле центральная часть страны, это одна большая сплошная пробка в рабочие дни. Так вот, если можно, например, заказать что-то в магазине, тебе это не на машине будет везти, а будет везти на беспилотнике, это все превращает от заказа, от момента заказа до получения 10-15 минут, потому что расстояние-то здесь крошечное, а не полтора, там, не четыре часа, когда ты едешь в пробку. Так вот, это, да, действительно, и это системы, которые раньше работали для военных целей, они сейчас проходят конверсию. И теперь Израиль отказался, не то чтобы Израиль отказался, когда Израиль был создан, он находился, во-первых, денег было очень мало, во-вторых, кругом был сплошной бойкот. Израиль делал все сам, или, так сказать, что не мог сделать, как-то пытался через богатых евреев в Америке вытащить к себе, притащить как-то. Был в Израиле проект с автомобилями, он не пошел, потому что израильские автомобили, они были свои, собственные, но как только появилась возможность покупать иностранных, как только вот этот бойкот стал разваливаться, то, конечно, люди предпочли более качественные машины, европейские, американские или японские, сегодня это больше корейские даже машины. Я думаю, что на открытом рынке израильтяне должны выбирать себе то, что полезно и то, что выгодно. То есть машины, ну, Израиль не сможет конкурировать с большими производственными концернами, которые делают замечательные автомобили. Израиль нашел себе нишу беспилотников, причем от больших до маленьких, и в этой нише он действительно стал мировым лидером. И вот здесь происходит развитие, и, возможно, речь идет о каких-то, вот я слышал о проекте воздушных такси над Тель-Авивом. Я думаю, что это все не завтрашний день, это скорее послезавтрашний или послезавтрашний день. Но да, Израиле есть определенные сферы, в том числе в авиации, где Израиль лидер, и он использует это свое лидерство для того, чтобы не только в военных целях создавать какие-то великолепные, потрясающие вещи, но и в гражданских тоже. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас еще есть вопрос, у нас есть несколько минут времени, так что можете позвонить и задать ваш вопрос. Что еще происходит в Израиле? Я не знаю, в политической сфере или в бытовой сфере? Еще один момент. Я не знаю, у нас есть ли буквально несколько минут, я очень коротко попытаюсь рассказать, в такой вот короткой строкой. Администрация Байдена очень хочет отменить признание Трампа Иерусалима как столицы Израиля. Для этого они хотят возвратить консульство, которое будет находиться в Иерусалиме и обслуживать палестинских араб. То есть Израиль говорит, «Пожалуйста, сделайте консульство в Ромале, сделайте консульство в какой-нибудь деревне возле Иерусалима». Но Иерусалим — это наша столица. Вы не можете открыть представительство как бы другого объекта, после политического, в нашей столице. Но Байден очень хочет, потому что именно в этом вся суть. Не просто ему не нужно это консульство, только для того, чтобы доказать, что он отменил и это решение Трампа. Но международные законы говорят о том, что нельзя взять и открыть свое консульство без согласия государства. То есть США должны попросить у Израиля, и Израиль должен согласиться. И в нынешнем правительстве как бы не все гладко. Там есть некоторые люди, для которых это некое уже… Это они не могут, на это они пойти не могут. Поэтому, как предполагают аналитики, Америка предложит какое-то… даст делать предложение Израилю, от которого он как бы не сможет отказаться. И вот на этой неделе было озвучено такое предложение. И предложение сводится вот к чему. Ну типа пусть Израиль согласится на то, что в Иерусалиме откроется консульство о палестинской автономии, а мы за это… А за это США как бы повлияют на то, что Саудовская Аравия наладит ограниченные экономические связи с Израилем, а еще США предоставят ограниченное освобождение от виз для израильских туристов. То есть, на самом деле, это как бы это предложение, оно одновременно показывает презрение Байдена к Израилю и как бы ничтожность его предложения. То есть у Израиля и так есть экономические отношения с Саудовской Аравией. Израиль без помощи США прекрасно наладил и военное сотрудничество, и в вопросах безопасности, и экономическое сотрудничество. И если даже речь не идет о соглашении, типа соглашения Авраама, так вообще оно никому не нужно, потому что сейчас в Саудовской Аравии идет очень сложная политическая борьба. Там пытаются оттеснить прогрессивного, в хорошем смысле этого слова, МБСа, Мухаммада бин Салмана, который должен был бы стать королем, и тогда бы при нем действительно можно было бы заключить соглашение Авраама с Саудовской Аравией и заменить его более таким радикальным, старой школой, так сказать, принципом. Если это произойдет, так все соглашения Израиля с Саудовской Аравией полетят в Тарстарары, потому что они все отмотают назад. Если этого не произойдет, то Мухаммад бин Салман заключит с Израилем соглашение Авраама без всякой связи с американцами, потому что враждебность Америки долила его до того, что он на них смотрит от Байдена очень после. А ограниченные визы, то есть вы понимаете, что Байден предлагает? Вы отказываетесь от суверенитета в своей столице, а мы за это будем некоторую часть ваших, так сказать, ваших людей спускать как бы с большей... Сейчас мы по визам должны приезжать в Америку, а мы немножко облегчим этот визовый режим. Вы понимаете, какое ничтожное предложение по сути своей, какое презрительное предложение по сути своей? Теперь проблема в том, что для Беннета, возможно, важна не суть этого предложения, а сам факт. Типа вот Америка нас попросила, не можем же мы отказать. И не важно, что суть этого предложения сводится к нулю, к ровному нулю. То есть какие-то абстрактные слова вокруг отношений Саудовской Аравии, на которые Америка вообще никак не влияет. Таким же успехом в Америке мог бы сказать, сделайте то, что я вас спрошу, и белые медведи Арктики признают Израиль. Кто спрашивает этих белых медведей, что они вообще по этому поводу думают, кому это вообще интересно, какая польза Израилю от белых медведей в Арктике, которые признают Израиль. А ещё мы пустим некоторых ваших людей с более упрощенной системой ВИТ. То есть в голове не укладывается, насколько подлый, безнравственный, аморальный подход. И, конечно, опять же, был бы Натаньял, он бы не послал бы их в пешее путешествие эротическое. Он бы, кстати, красиво сказал, вы знаете, мы должны обдумать это всё. Вот у нас мы создаём специальную комиссию, которая будет обдумывать. Мы вот в будущем году мы собираем эту комиссию, через полтора месяца она соберётся, после того, как мы её соберём. Потом они будут всё это обсуждать. Ну, где-то вот приходите лет через пять-шесть, и мы с вами всё это раз наобсудим. Но момент поступит иначе. И я очень боюсь, что как бы то, что Беннетт сейчас, его правительство разоряют стремоэкономически, это ужасно, но это обратимо. Потому что, окей, мы обеднеем на какое-то время, но есть шанс, что мы потом снова вернём себе это всё. А вот то, что происходит необратимое, например, отказаться суверенитетом Иерусалиме, это очень опасно. Это очень опасно, это не обратимо. Александр, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин